Всем вновь привет, дамы и господа! У микрофона вновь я, агент Фокс, и я продолжаю проходить Resident Evil 1 сценарий за Криса Редфилда. Что ж, ребята, продолжаем мы с вами двигаться дальше. И вот тут, ребятушки, я допустил ошибочку вначале, забыл ленту выложить. Ну да ладно, пофигу. Самое главное, я недалеко от Сейврума убежал. Вот так что всё в порядке. Так что ж, вот он, телепортационный ящик наш. И вот, ибо, ребятушки, я решил не брать ещё одну аптечку, ибо там, ребятушки, нам же ещё ключ надо будет подобрать после битвы с боссом. Так что, ребята и девчата, надеюсь, вы меня поймёте. Что ж, мы уже почти половину игры с вами прошли. Осталось только, вот, побегать ещё раз в особняке, побежаться по пещере, побегать ещё по пещерам, убить босса, двух боссов. Ну и, точнее, трёх, ибо ещё в лаборатории же тиран. Поэтому да, ребят, осталось уже не так уж и много. И потом с первым Resident будет покончено, раз и навсегда. Вот. Так что, дамы и господа, надеюсь, вы меня поймёте. Так, а сейчас, ребятушки, вставляем красную книжечку. Вот, и... Вот, да, вставляем красную книжку. И, вот, всё, нам открылся проход. Ну и сейчас, ребятушки, идём в этот проход. Так, ящик сцел закрыт. И вот сейчас, дамы и господа, идёмте в этот проход, всё. И там наш босс нас ждёт. Смотрите пока кат-сценку. Крис! Ребекка! Крис! Крис! Не умирай! И вот этот яд для растений 42, этот V-джолт, или как в этой локализации, V-шок. Так, сначала, стоп, погодите. Сначала пока не буду брать, вот, наполнять банки химикатами сначала, ребят. Вот, возьму все банки сразу. Вот, ибо... Вот, мне так спокойнее. Так, точнее, вот тут я ошибочку допустил. Я забыл, где находится одна из банок. Так, вот, а, вот там банка мигала, и вот, видите, вот, видите, вот тут банка ещё стоит. Я на меня подумал, что здесь этот, как химикат. Вот, поэтому сейчас, ребятушки, вот, сейчас, вот, действуйте в точности, как я. Вот, набираем химикаты в две пустые банки, и в одну банку набираем воду. Вот, так что сейчас, ребятушки, похоже, всё. Вот здесь у МБ номер четыре. Набрать его в пустую банку? Конечно, набрать, как же ещё. Так, сейчас, ребятушки, вот тут, вот, на стене слева, там написано условное обозначение химикатов. Вот, и вот, а тут формула, как приготовить V-шок. Так, у МБ один, ребятушки, это вода, если что. Так, и семь. Вот так вот. Так, сейчас, ребятушки, нам нужно опять. Вот, теперь вот два плюс четыре, шесть, и шесть плюс семь, тринадцать. Так. Так, 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 у МБ два набираем. Вот красный химикат. Так, теперь вот зелёный химикат набираем. Пардон, я чуть не оговорился. Так. Теперь смешиваем два и четыре. Получается у нас шесть. И ещё потом шесть плюс семь, тринадцать. Так, ну-ка, семь плюс шесть, тринадцать. И теперь осталось только набрать пустую банку. Нет. Сейчас нам нужна, вот, УМБ номер два. И вот, в пустую банку набираем. Вот. И теперь, ребятушки, набираем воду. Вот. Вот вы взяли вода. Так, а сейчас, дамы и господа, смешиваем воду с УМБ номер два и потом УМБ тринадцать с УМБ номер три. Вот и всё, ребятушки. Вэшок готов. Всё, ребятушки. Мы приготовили с вами яд против растения сорок два. И теперь, дамы и господа, всё. Можем отправляться. Вот, в подвал, вот, дома охраны и травить корни. Вот, ибо, если мы этого не сделаем, то Крис, то, вот, кстати, вот я ещё смотрел на ютубе сцены смерти, вот, в первом резиденте. Так вот, ребят, вот, растение сорок два имеет присоски, которые высасывают кровь из жертвы. И вот, иначе Крису нашему кранты. И вот, растение сорок два не только высосет кровь из Криса, но и разорвёт его напополам. Поэтому, да, ребят, я видел вот один видос по гейм-оверам. Вот, в первом резиденте. Поэтому, да, дамы и господа. Сейчас, вот, бежим. В подвал, где были акулы. Вот. Ибо... И вот, в подвале находятся корни растения сорок два. Вот. Так, поворачиваем тут же направо. Так, вот здесь вот. Вот, встаём. Точнее, входим сюда. Вот. Так, ну, вот они, корневища растения сорок два. Всё, травим их. Вот и всё. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, ребяточки, всё. Сейчас нам нужно победить растение 42. Вот оно меня ударило, мразь. Так, состояние пока нормальное. Да ё-моё, да что ты будешь делать? Так, ну ничего, растение за... Сейчас я тебе свинцом нашпигу. Вот. На тебе, здробовик. Так. Подлечимся. А то... Бамс. Бам. Да сдохнешь ты уже наконец. Бам. Так, ну-ка. Ну-ка, а, так у меня патроны кончились. Ну, превзочительски перезарядить их. И вот... Бум. Всё, ребяточки, всё. Ужатали мы это чёртово растение 42. Вот оборзевшее растение ударило Криса несколько раз. Так, а сейчас, дамы и господа, вот мы нашли с вами ключик. Вот. От этого... От особняка. Вот изображён шлем. Вот и всё. А то некоторые двери открываются этим ключом. А сейчас, ребята, мы выходим. И катсцена. О, я не могу поверить это. Ты в порядке? Да. Так много для него. Мы получили к роте. От этого проблема. Служили снова. Я... Просто... Серьезно, спасибо. Ты сделаешь то же самое для меня, не хочешь? Я гарантирую это. Ну, Крис, это радио Ричард. Мы получили информацию от Брата в городе немного назад, но он еще летит в небо. Он, конечно, не мог услышать наши звуки. Может быть, его радио степен. Понятно, понял. Я держу это. Мы должны какого-то дать Брат знать, что мы здесь. В комнате фармацевтической я нашел немного назад. Я думаю, что я смогу сделать что-то. Ну что ж, ребятушки, Ребекка пошла в комнату с химикатами, а мы сейчас с вами тем временем. Выходим из этого помещения и еще одна катсцена. Смотрим. Вескер! 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 а вот вот и не и сэкономить аптечку если хотите но я решил не идти к ребеке ибо вот аптечек у меня много и и одну потратить на бой с боссом мне не жалко поэтому да дамы и господа вот такие вот пироги так а сейчас ребяточки нам нужно вернуться в особняк ибо там еще остались двери которые я не открыл из-за того что у меня не было ключа вот ключа с изображением шлема вот так наш ребяточки покидаем мы с вами дом охраны так а сейчас вот тут катца берем рацию и смотрим да ребятушки у рации микрофон сломан поэтому да вот к сожалению вот крис и ребека могут слышать бреда а бред наоборот не может их слышать поэтому да ребятушки сейчас мы с вами по старинке вот тут вот лифт все по лифту забираемся наверх и идем дальше поэтому так что то ребят пока что пока что скучновато но в следующей части ребята будет еще интереснее ибо если вы смотрели мое прохождение сценария за джилл то вы поймете почему так 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 что ж ребятушки возвращаемся мы как обычно в особняк тем же путем вот и идем в общем ребятушки вы поняли и вот так а сейчас дамы и господа мы с вами вот вот так вот опять входим вот за внутрь особняка но нас впереди ждет ой никакой неприятный сюрприз ибо если вы смотрели мое прохождение за джилл то вы надеюсь меня поймете в чем дело из-за и 5 на враги которые могут убить одним махом то есть отрубить персонажу голову также сейчас дамы и господа идемте и смотрим вот они ребятушки вот чертовы охотники которые тоже мне вот немало нервишек в ревмастере поднимали вот когда я пытался пройти получить достижение оси qc ftv цель которого ребята пройти игру и с одним ножом и вот вот как вот когда я проект пытался пройти с одним ножом игру вот эти охотники изрядно меня заколебали на мои господа ну реально сволочи эти охотники я их жду ой как ненавижу и вот насколько вот я вот как давний поклонник серии резидента я могу сказать что вот я пока вот насчитал трех самых опасных врагов точнее четырех опасных врагов а вот во всей серии резидента я которые могут убить и моментально либо заглотить персонажа либо свернуть кость сломать кости его либо отрубить голову так вот охотники вот вот охотники вот здесь первым резиденте могут отрубить голову а убить одним махом таким образом луркеры ее из резидент evil zero они могут целиком заглотить персонажа и вот еще охотники гамма из резидент evil 3 немезис они могут убить одним махом вот охотники бета которые тоже похоже на жаб они могут целиком заглотить персонажа вот плюс вот еще эти же охотники вот и из ремейка резидент evil 3 вот и вот еще вот избран так статья остального при познакомстве воспользуюсь в случае необходимости войскер так вот и вот еще ребятушки еще и я их и я нашел там еще добавить врага вот плющ из резидент evil 2 ремейк вот они вот могут убить вас одним махом при услуге если у вас нет defense айтем это из защитного предмета там ножа и светошумовой гранаты и тому подобное то эти плющи убьют вас моментально вот так что да ребят плюс вот еще и можно добавить из врагов которые берут на это можно еще давай доктора сальвадора из резидент evil 4 также вот машине с бензопилой из 5 резидента есть еще эти расклапанья из резидент evil 6 они тоже могут убить моментально вот так еще вот еще был сестры белла из резидент evil 4 они тоже могут убить моментально либо не бензопилой обе обе сестры вооруженные поэтому да ребятушки врагов способных убить моментально в россии резидент evil много еще вот один враг стеклохват из резидент evil revelations 2 ну и конечно вулт блистер из 1 revelations много довольно врагов да так ну что ж ребят давайте на этом пока наверно закончу с вами был как всегда я ян fox мое прохождение резидент evil 1 за крисом всем спасибо за просмотр всем удачи и пока спасибо за просмотр всем пока